Всем привет, друзья! С вами Локи и сегодня у нас первый взгляд на демочку FIFA 16. Вышла она, так скажем, хитрым способом. Я смог себе ее загрузить на PlayStation 4, на платформы для России она выйдет чуть-чуть попозже. Давайте посмотрим, что здесь есть. Здесь есть Ultimate Team, новый режим драфта и быстрые матчи. Но я думаю, будет несколько частей демки, потому что интересно посмотреть на все, интересно посмотреть на все команды. И сделаю я, короче, пару частей видео и посмотрим, я думаю, на все. Давайте сейчас быстрый матчик. Собственно, меню стало таким более ярким, но это уже наверняка многие успели посмотреть. Смотрите, у нас есть женские лиги и давайте попробуем сыграть именно за женскую лигу, за женские сборные. Первая серия, как-никак, что-то новенькое. И у нас играют Соединенные Штаты против сборной Германии. Честно сказать, я видел пару матчей в свое время, но сильно игроков... Вот знаю, что Морган, вот она тогда классные голы забивала. А, нет, вру. И Морган, Ллойд, вот они классно играли. Холидей, да-да-да, именно вот они играли. Ну, теперь, видите, меню у нас прямо с выходом команд у нас показывают и форму, то есть теперь более такое приятное меню. В параметрах мировой класс, стадион здесь, время суток, день, ночь. В принципе, неплохо, неплохо. Ну, и давайте приступим, посмотрим, как у нас здесь особый дриблинг бронзы. Теперь у нас вот такие вот тренировки. Так, держать. Я сыграл один первый матч, Реал против Барса. Чисто заценить, посмотреть, как выглядит игра, как выглядит управление. И скажу, знаете, вот мне лично по ощущениям игра стала напоминать, наверное, FIFA 2002. Вот такого даже года. Потому что игра стала такая, знаете, более размеренная. Теперь нет такого, что ты бежишь, как умалишённый, как в 15-й FIFA. Стала такая более спокойная. То есть теперь можно именно покатать мяч. Вот у нас показывает стадион. В принципе, не особо отличается. Но вот видите, кто-то прикладывает руку при прочтении гимна. Такого, по-моему, раньше не было. Показывают игроков для наблюдения. Ну и начинаем. Интересный такой газон, совсем без рисунка. Играю я, друзья, без вспомогательного монитора. Неплохой пас. И мяч в игре. А что, если попробовать подать? Классная кручённая подача, удар по воротам и первый гол. Первый гол. Вот так вот быстро. И классные навесы, вот я скажу. Не то, что они читерские. Я имею в виду именно в плане подачи. Очень классно. Классно прям такими кручёными, выверенными ударами. И первый гол. Первый гол в исполнении нашей команды. Кстати говоря, первый матч, когда вы начинаете только при запуске демки FIFA, он играется на любителе. И там, честно сказать, за реал я долго пытался забить. Ух. Компьютер тоже начал принимать такие неординарные решения. Частенько вратарь отыгрывает на ближнюю. Хорошо. Здесь мяч не прошёл. И снова, смотрите, немцы пытаются быстро удар по воротам. Но вот своего попали. Тоже прикольно. По-моему, раньше сразу компьютер так не простреливал. А здесь прям, не боясь попасть в своего, заряжал весьма-весьма сильно. Дриблинг. Ай-яй-яй-яй-яй, потеряли мяч, никакого фола нет. И посмотрите, как прокидывает. И вот, кстати говоря, это уже второй раз для компьютера вышло боком, когда вот так вот далеко прокидывался мяч. Классный чистый подкат. И снова ошибка. Снова ошибка компьютера. Компьютер стал ошибаться. То есть, раньше, вот, я не помню, прям такого. И судья разрешает после такого жёсткого подката играть. Управление очень похоже. То есть, вот, как было, в принципе, в 15-е FIFA. Очень-очень похоже. Быстрый ввод мяча. Уже, на самом деле, жду, не дождусь покатать в карьере. Соблюдая лимит. Ох, как! И посмотрите, сразу-то не зафиксировал наш галкипер этот мяч. Да, и в скорости здесь видно, что большая разница. Иногда, когда наш футболист бежит с мячом, видно, что он начинает проигрывать в скорости. Ну, есть свои плюсы. Пока что мне нравится. Ну, как это бывает часто всегда, когда выходит новая игра, получается так, что, да, ты замечаешь какие-то плюсы. И вот, кстати говоря, только сейчас мяч ушел. И отложенная карточка нашей футболистки. Ух, какой крученый! И здесь справляется. Справляется вратарь. Ну, поддавили. Вот мы первый гол забили, и немки поддавливают. Братарь кулаками. Здорово. Отличный мягкий пас. И можно сюда. Удар не проходит. Выбивают защитницы сборной Германии этот мяч. И быстренько аут попробуем бросить. Поддерживают, поддерживают нас трибуны. USA кричат. Начинаем немножко потихонечку прессинговать. И перерыв, друзья. Перерыв. Ну, интересно. Интересно пока. По самой динамике, по манере игры. Но вот эти повторы они оставили точно такими же, в принципе. Статистика, как и была раньше. У немок даже ударов по воротам побольше. Давайте посмотрим замены. Кто у нас тут есть. Ту-ту-ту. Морган у нас 84. Давайте Морган попробуем поменять. И вот выпустим эту барышню. Я, честно сказать, особо не знаю. Потому что не слежу за женскими командами. Ну и давайте. Да, вот видите, смотрите, уже показ, что Алекс Морган сидит на скамеечке запасных. Выходит ее напарница по команде, но уже на поле. Снова-снова поддерживает именно нас. Ай-яй-яй, вот здесь можно было обокрасть. Но не совсем получилось. Как между ног проскользнул мяч. Сейчас опасно. И какой могучий подкат, а? Там уже мяч летел просто под удар. Начинают, начинают катать немки. Убирают под себя мяч. Скидка назад. Здесь что, нет офсайда? И нас прощают. Полетел мяч по дуге от ворот. Замена также в составе сборной Германии. Не прошел пас. То есть теперь вот даже так, смотрите. Могут чуть подзадеть, и мяч уже не летит туда, куда нужно. Вот с отбором мяча стало тяжелее. Я вот скажу по ощущениям. Конечно, пока не привык к управлению. Потому что немножко динамика игры поменялась. Теперь это все выглядит иначе. Вот сейчас неудачный пас. Тут можно было перевести, конечно, на другой фланг. И первым должен быть голкипер. Не успевает офсайд. Окей. Ну, иногда, конечно, вот эти дублирующие какие-то кадры, когда две футболистки из разных команд бегут просто одинаково. Хорошо. Игра идет в центре. Попробуем немножко дриблинга. И вот такой вот забросец. Неплохой. И, кстати говоря, прошел. Но здесь... Из-за тени мне показалось, что... Наша футболистка забегала. Оказалось, что это был игрок соперника. Так. Хорошо. Давайте туда на дальнюю. На дальнюю надо было... Можно подать. Успеть. Эх. Не успеваемый, по-моему, угловой. Нет? Нет. Удар от ворот. Сильно выносит мяч. Надо было попытаться его выиграть, конечно. Какая подработка! Сейчас может быть опасно. Перевод на дальний фланг. Удар. Наша... Барышня на воротах отстояла как надо. Хороший пас на ход. Корпусом оттесняем. Удар по воротам подставляет ногу защитница. И... Не получилось у нас подать. Сейчас попробуем, может быть, с дальней дистанции приложиться. Но пока все блокирует. Пока все заблокировано. Но в этой тени не особо видно. Кто из... Футболисток наша. Потому что темная вот эта форма... Становится. Так, здесь нужно... Ох, как грубо-то, посмотрите. Толкаются вроде девушки. А посмотрите, как жестко ведут борьбу за каждый мяч. Снова потеря. Еще одна подача здесь. Нужно выигрывать. И попробовать побороться. Какой изящный заброс в штрафную. Ну, пока у нас не получается отбиться. И мы пытаемся на контратаках выцарапать мяч. Удар издали. И все, друзья. Финальный свисток. Это победа нашей команды. Весьма неплохо смотрятся женские сборные. И я вам скажу, что не хуже играют, чем парни, по крайней мере, в FIFA. Вот. По ударам, конечно, у нас, видите, два удара. Но благодаря первому выстрелу, буквально на первых минутах встречи, головой, мы заслужили эту победу. Я надеюсь, ребят, вам понравилось. Ставьте побольше пальца вверх. Оставляйте свои комментарии. Ну, а с вами был Локи. Еще увидимся в демке FIFA. И поиграем за другие команды.